Всем привет! Меня зовут Майя Лебедева. Я каллиграф, в прошлом графический дизайнер. Я занимаюсь каллиграфией около четырех лет. Я очень ее люблю и практикую каждый день. Я подготовила для вас мастер-класс, вдохновленный объектом живой природы. Через этот мастер-класс я хочу познакомить вас с такими базовыми понятиями каллиграфии, как ритм, наклон, нажим, а также познакомить вас с инструментом. Инструментом нашего мастер-класса будет острое перо, а результатом нашего мастер-класса будет изображение в стиле пикториал каллиграфии. И это будет цветок люпина. Я надеюсь, что я вас заинтересовала, и вы пройдете этот мастер-класс вместе со мной. Ну что ж, приступим. Я придумала этот мастер-класс для тех, кто хочет вдохновиться природой и мыслить каллиграфически. Сейчас цветет прекрасное растение люпин, и мне оно показалось очень каллиграфичным, потому что в нем есть ритмические повторяющиеся структуры. Обратите внимание, если присмотреться к цветку, то в нем совершенно четко видны повторения. Так как каллиграфия построена на ритме, я считаю, что это очень удачный пример, из которого можно сделать рисунок в стиле пикториал каллиграфии. Этот мастер-класс будет состоять из небольшого количества базовых упражнений, повторяя которые, вы сможете изобразить этот цветок на бумаге. Так что присоединяйтесь, и я расскажу вам, как его анализировать и как сделать из вот этого растения каллиграфию. Итак, я хотела бы рассказать про основные каллиграфические инструменты и про те инструменты, которыми я пользуюсь в своей ежедневной практике. Вот это базовый каллиграфический держатель прямой. Его мы будем использовать в нашем мастер-классе. Он очень удобен именно для так называемой пикториал каллиграфии, потому что перо можно поворачивать, делать вот такой вот хват, обратный хват, и писать под разными углами. Многие каллиграфы пишут прямым держателем и, в общем-то, ему не изменяют. Он довольно прост и понятен. В нем я использую перо, вот 22-й Хант. Вы можете использовать любое другое удобное для вас перо, звездочка, все, что угодно, все, что у вас есть в наличии. Главное, чтобы это перо было удобным для вас, чтобы оно давало тонкую линию и подходило под вашу руку. Для новичков я рекомендую жесткие перья, например, Тачикава, Ника, Джи. Они очень хороши для начинающих. Те, кто уже практикуется больше, постепенно меняют их на более мягкие. Я пишу сейчас 22-м Хантом и косым держателем. Это косой держатель. Он подходит для написания букв. И почему в нем перо под углом? Потому что так легче держать угол, лично мне, во-первых. И, во-вторых, когда вы нажимаете на держатель при письме, половинки пера раскрываются, и нажим на левую и правую часть равномерны. Это сохраняет перо дольше. Также я использую обычную кисть. Для заправки я заправляю перо гуашью. Я использую каллиграфическую гуашь, шминки. Развожу ее просто с водой. И использую только для гуаши кисть, потому что гуашь поднимает хорошо пигмент. Также кисть использую, я работаю с Куритаке, сухой акварелью. И она тоже очень хорошо работает вместе с кистью. Как правило, для практики люди выбирают тушь, которая самая бюджетная. То есть наиболее бюджетную. И я пишу просто гамма. Я считаю, что это очень хорошая тушь. И, в общем-то, для ежедневной регулярной практики она, на самом деле, идеально подходит. Обмакиваю небольшую баночку. Вот так вот перо. Не заправляю кистью для регулярной практики. Также вам может понадобиться или пригодится какая-нибудь небольшая подставочка, чтобы так вот себе облегчить жизнь. Про уход за пером хочу рассказать. Сначала у меня было очень много боли и мучений, когда я не знала, что перья нужно обрабатывать. Перед использованием. Их покрывают специальным составом, с которого очень легко скатывается тушь, потому что это такой жирный состав. То есть он препятствует коррозии и ржавчине пера. И он снимается, просто моется водой с мылом, но я его снимаю с чем-то спиртосодержащим, чтобы легко снять вот этот жир и чтобы тушь скатывалась уже по самой металлической поверхности, а не по вот этому покрытию. Вам также могут понадобиться салфетки для того, чтобы регулярно протирать перо. Особенно актуально это, если вы работаете не с гаммой, а с какой-то другой тушью, которая забивает перо. И перо необходимо регулярно очищать салфетками. Вот, пожалуй, и все про каллиграфические инструменты, что нужно рассказать. В общем-то, все просто. А, еще про белила. Если вы не можете найти такие белила или это составляет проблему, вы можете попробовать использовать тушь Кахинор белую. Вот она тоже хорошо работает для нашего мастер-класса. Я пишу на обычной офисной бумаге, которая называется навигатор. И на самом деле здесь очень важно понимать, что работает не бумага, а работает триада бумага, тушь и перо. Если вы нашли свой способ, то есть для меня это триада гамма, бумага-навигатор и перо 22-й хант. Также подходит перо для этой триады. То есть перо можно заменить на Качакаву, либо на Ник Каджи. Если вы используете какое-то другое перо, пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо будет найти свою триаду. Но, как правило, подходит обычная офисная бумага. Главное протестировать, чтобы на ней не расплывалась тушь. Вот по моей практике я наблюдаю, что на навигаторе очень мало что расплывается. То есть его можно смело покупать и использовать. Это обычная принтерная бумага. И для практики она подходит идеально. Вот в нашем мастер-классе мы будем использовать вот такие белила. Я их уже показывала. Шминки, вернее, это каллиграфическое гуашь. Также, по-моему, есть очень хорошее белило. Бинзер и Ньютон. Вот. Ну, все, что подходит для каллиграфии, будем пробовать. И это обычная черная бумага из черного блокнота. Главное, чтобы на этой бумаге не было сильного рельефа, потому что он будет мешать вам писать. То есть это не пастельная бумага. Она, вот показываю еще раз, она просто очень-очень гладкая. Но не глянцевая. Вот. И на самом деле проблемы с растеканием существуют только у туши. У гуаши никогда проблем с растеканием не видела. Она всегда, никогда не дает такой снежный контур вокруг себя. Перед вами пример итоговой работы. То есть это то, что у вас получится в результате прохождения этого мастер-класса. Я хотела бы вместе с вами провести такой анализ этого цветка. То есть рассмотреть его более подробно. Из чего и из каких частей он состоит. То есть не нужно быть ботаником, чтобы увидеть, что у него есть вот этот вот конец, на котором еще цветы не распустились. Есть место, где уже мы видим цветочки. И мы видим, как присоединяется лист к стеблю. Видим, сколько и какой формы лепестки. Я предлагаю их, конечно, не пересчитывать, потому что нас не интересует какая-то ботаническая точность, а мы вдохновляемся. Поэтому вот смотрим, какой они формы. Заостренный овал, я бы так назвала. Итак, мы выделили здесь стебель и две части цветка. И уже видим конструкцию. Сам цветок, можно условно сказать, что он треугольной формы, либо конусообразной, если мы мыслим в объеме. Но нас интересует каллиграфия. И здесь у нас изображение построено по каллиграфическим принципам. В каллиграфии очень важны нажим, наклон и ритм. Этот цветок мне очень понравился именно за счет своей ритмической структуры. Поэтому можно сказать, что я натуру увидела каллиграфически. И вот листья, как вы видите, я их тоже не пересчитывала, но форму их передала. Значит, мы выделяем эти четыре части цветка. И на каждую из этих частей будем делать свои каллиграфические упражнения, чтобы потом перенести их вот в такую итоговую композицию. Итак, я сделала разметку для упражнений. Значит, разметка представляет из себя высоту строки 1 см. А между строками я оставляла 1 см. Сейчас рассказываю про то, какие упражнения где используются. Значит, первые два используются для того, чтобы заполнить верхнюю часть нашего цветка. Давайте их пропишем. Они несложные. Я предлагаю их делать просто в ряд. Первое упражнение для отработки нажима. Вы входите в штрих, в середине перо максимально открывается и уходите из штриха тонкой линии. То есть такие S-образные элементы прописываете. Главное правило здесь, чтобы в центре было как можно больше нажима. И только в центре. То есть практикуем нажим. Наплыв и выход. Наплыв и выход. Такими элементами я предлагаю вам заполнить всю строку, чтобы почувствовать инструмент, почувствовать нажим, ваше перо, какое оно жесткое, мягкое. Отработать его хорошо, чтобы когда мы будем рисовать цветок, у вас это уже не вызывало затруднений. Тем, кому скучно, я предлагаю еще поиграться с ритмом. То есть вы можете делать их более густыми, эти нажимные элементы, и более разреженными. То есть обращать внимание на расстояние. Это тоже хорошо тренирует глазомер. Постепенно делать их на более удаленными друг от друга. Хорошим инструментом для этого мастер-класса является прямой держатель. Потому что вы можете поворачивать его так, как хотите, а с косым держателем это невозможно. Вы увидите, как я практикую обратный хват, так называемый. И поймете, что прямой держатель это отличный инструмент. Давайте здесь остановимся. Вот мы прописали ряд нажимных элементов, из которых будет стоять макушка цветка. Вот, а теперь я предлагаю такие скобочки. Я назвала их скобочки, которые описывают полукруг. Здесь такое же правило. Нажим максимальный в центре должен быть. В центре штриха сам штрих представляет себе полуовал. В принципе, это правило из классических почерков, каллиграфических. Про то, что нажим должен приходиться на центр строки. Продолжение следует... Так, практикуясь, вы зарабатываете себе новые нейромышечные связи. А может лучше получаться у тех, чья работа связана с мелкой моторикой. Вам будет проще в начале. Вот, прописали упражнение для макушки. Теперь мы можем попрактиковать вот эту часть. Здесь у нас есть такой определенный ритм. То есть, постепенно уменьшается сама эта фигура. Вот, и я предлагаю попрактиковать вот эти вот овалы с петлей. Вот, хочу обратить ваше внимание про то, что в них слегка меняется наклон. Вот так вот. Наклон проверяется по оси овала, по точкам, где ось овала пересекается со строкой. Сейчас я постараюсь сделать это более очевидным. Вот этот овал в таком наклоне. Этот овал прямой. А этот вот в таком наклоне. Вот здесь вы можете сделать сначала его ненажимным. Все эти элементы не нажимать на перо. А потом, например, сделать симметричный контраст. То есть, дорисовываете толщину вот здесь и вот здесь. Аккуратно. То есть, здесь немножко против логики может быть, но нам для симметрии цветка это пригодится. И вот здесь вот я тоже делаю на шум. Здесь еще не делаю. И вот так вот. Вот, экспериментируйте с этим. Ищите свой способ. Прописали строку овалов с петлей. Теперь прописываем такие крючки, наверное, их можно называть. То есть, вот они использованы вот здесь, вот в этом моменте. Тоже во второй части цветка. Можете повернуть, если вам удобнее. Лист. То есть, в принципе, лист можно свободно вращать. Ничего по форме напоминает половинку сердца. Старайтесь, чтобы нажим тоже приходил, приходился вот на эту часть штриха максимальный. Чтобы выход из тонкой линии был, в тонкую линию выход был нерезким. Вот так вот. Вот так вот. И теперь обратную сторону Тоже поворачиваем лист, так как нам удобно И описываем Такую, да, половинку сердца действительно Напоминает Такая, половинка сердца действительно Такая, половинка сердца действительно Следующим упражнением будет Вот это упражнение для листвы и стебля А также для этих небольших элементов Вот они на самом деле Такие базовые, простые Здесь единственное, что попрактикуйтесь Пожалуйста, делать линии разной длины Вот такие вот Просто линии разной длины Похоже на птичье крыло То есть такой вот образ Возможно, вам поможет Это упражнение сделать Здесь вот горизонтальное делаем И одно из таких самых забавных, на мой взгляд, упражнений Это вот просто такая линия Построенная на таком резком нажиме Также рекомендую попрактиковать ненажимные линии Вот с такой пластикой И со свободными выходами Старайтесь не нажимать И хочу немножко забежать вперед И сказать про то, что При рисовании нашего цветка Мы также будем придерживаться Основных каллиграфических правил Как не пересекать Толстой и толстой Мы будем пересекать Как и здесь Только тонкую и толстую линию Либо тонкую и тонкую линию Но не толстую и толстую Вот и все упражнения Которые нам понадобятся Для рисования люпина Итак, приступим к каллиграфическому рисованию У нас уже есть наш скелет В котором отображается наш анализ формы Вот И дальше, используя вот эти базовые Каллиграфические упражнения Я начинаю Собственно рисовать То есть рисую я По небольшой разметке Которую я для себя сделала Я вращаю лист Спокойно, свободно Так как мне удобно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, вы видите, что основные базовые элементы здесь присутствуют Условно он разделяется Этот цветок разделяется на три части Листья и две части в самом цветке То есть первая часть, которая состоит из упражнений, построенных на овалах И вторая часть просто нажимные штрихи Вот я учла, что цветок треугольной формы И если вы посмотрите на него Вот если сравнить его с натурой То видно, что овалами я передала уже распустившиеся цветки А нажимными линиями Полукруглыми вот этот вот кусочек его Таким образом вы можете нарисовать цветок люпина Использую тот способ, который я вам предложила Мне будет очень интересно посмотреть ваши задания Я с радостью их прокомментирую Присылайте, пожалуйста, мне ваши цветки Ваши эксперименты, пробы И будем двигаться вместе дальше Спасибо, что прошли мой мастер-класс Я очень надеюсь, что он вам понравился И буду рада, если вы поделитесь своими результатами в соцсетях Итак, я напомню вам, что в мастер-классе мы познакомились с инструментом А также такими понятиями каллиграфии, как нажим, наклон и ритм Если вы хотите познакомиться с буквами Я приглашаю вас на свой длительный, объемный онлайн-курс По каллиграфии острым пером для новичков В моем курсе мы будем знакомиться с буквами Учиться соединять буквы в слова Слова в текст И компоновать текст в формате Кроме этого, мы будем использовать буквы Для создания декоративных паттернов Я собрала в этом курсе только то, что важно и нужно Мой курс для тех, кто хочет заниматься каллиграфией Но не имеет много времени для практики В течение курса я буду давать вам большое количество обратной связи и поддержки Обратная связь будет быстрой и объемной Потому что я считаю, что это очень важно в онлайн-образовании Результатом этого курса будут ваши практические навыки Я научу вас подписывать открытки, рассадочные карточки А также делать свои бэкграунды для открыток из букв Вы познакомитесь с рощерками и каллиграфическим рисованием Кроме того, вы научитесь компоновать полюбившиеся вам фразы в формат Я сделала этот курс простым, понятным и насыщенным практикой Он поможет вам развить и усовершенствовать навыки красивого письма Подробное описание курса, а также условия вы можете найти под этим видео Записывайтесь на мой онлайн-курс и до встречи!